Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в очередной раз в гостях Евгения Уник, которая расскажет о новом проекте. Здравствуй, Женя. Здравствуй, Ирина. Ну, насколько я понимаю, на этот раз проект немножко отличается от тех, что были раньше. Здесь уже нет невест, женихов, зато есть люди, которые любят готовить. Ну, в принципе, невесты и женихи тоже присутствуют. Это проект кулинарное шоу, битва, не хочется говорить, очень грубо, наверное, поединок. Поединок между семейных пар или, в принципе, женихов и невест, которые еще не поженились, но уже в тех отношениях, когда могут готовить вместе, можно так сказать. То есть нельзя это назвать свадебной кухней. Я бы назвала это блюдо, приготовленное с любовью. То, что объединяет. Есть семья, они любят что-то готовить. Возможно, муж только режет продукты, например, или что-то преподносит, а жена готовит. Или наоборот. То есть это не важно. Главное, что это вместе, и это объединяет. И это какая-то уже семейная традиция, какая-то изюминка своя, свой секрет. И вот хотелось бы именно на это обратить внимание. И именно эти пары увидеть в этом шоу кулинарном. Какое название у этого шоу? Где оно будет проходить? И в чем будет заключаться? Как будет проходить состязательная часть? Так, ну, это ресторан и комплекс торгово-развлекательного центра «Премьер». Ресторан «Бифранчо». Они возобновляют концепцию своего мяса. Ну, это не значит, что там только из мяса будем готовить мы на шоу. Но вот возобновив свою концепцию, опять придя к вкусному приготовлению мяса, они решили, я так понимаю, привлечь внимание и таким замечательным моментом, как кулинарный поединок. Планировали так, что это будет 8 пар. Начнем мы с августа. Это будет проходить каждую неделю, и две пары между собой будут соревноваться. Опять же, повторюсь, это могут быть семейные пары, которые недавно поженились, или, возможно, пары, которые планируют пожениться, но которые уже готовят вместе. Задание будет приготовить блюдо. Значит, все это будет, так скажем, в зале ресторана происходить, где есть электроплиты, и возможность готовить прямо на виду у гостей. Можно приглашать своих друзей, которые потом продегустируют. В качестве жюри, но такого неофициального, так скажем, будет выступать шеф-повар ресторана, который некий мастер-класс там все-таки покажет и внесет какую-то свою лепту, может быть, в финале там украшения блюда. Какой-то приглашенный обязательно гость, гурман, которых список пока планируется и хочется пригласить. Но жюри будут иметь решающее значение, если будет спор на вопрос. Вообще все будет происходить так. Будет потом проходить голосование в интернете, и люди, посмотрев на выпуск, как пары готовили, как они с любовью подошли к этому, попробовав рецепт, который будет выложен, могут проголосовать за ту пару, которая больше понравилась. Одна пара остается, одна выбывает. Таким образом, в полуфинал проходит, получается, четыре пары. И финал. Но надо сказать, что все продукты будут закуплены рестораном. Есть хороший партнер Метро. Потом люди могут набеспокоиться и проявить фантазию, и заказать какой-то темы. Это тот набор продуктов, который подходит для их коронного семейного блюда. Если голосование будет проходить через интернет, значит, вкусовые качества приготовленного блюда не будут иметь вообще никакого значения? Ну, конечно, что можно сказать. Если это мы говорим, как такой формат телевизионного проекта, то, конечно, как здесь попробовать, только приготовить самим. Но заранее будет известно, в какое время. Это проходит в ресторане. И это свободный, открытый доступ. Люди могут прийти, попить чаю и продегустировать. Дегустация обязательно будет. И, собственно говоря, таким образом тоже, пожалуйста, можно голосовать. Нужно будет приготовить только одно блюдо или целый комплекс, я не знаю, для обеда или ужина? Ну, вот да, этот вопрос, значит, такой решаемый еще. И вообще, как все будет шоу происходить. То есть это же не будет просто, что люди пришли, они просто готовят. Да, это какие-то будут каверзные, возможно, моменты. Какие-то будут интересные, так скажем, элементы этого шоу. Но пока я не буду об этом говорить. А что они будут готовить? Пока мы решили собраться в воскресенье, как сделать такой некий кастинг или встретиться с теми, кто хочет принять участие, и обсудить, что вообще за блюдо планируется. Потому что есть какое-то, возможно, достаточно долгое по времени приготовление одного блюда, а кому-то, возможно, целый обед приготовить салат и что-то там такое попроще, и тоже за это же время. Мы определимся, пока было задумано, как коронное блюдо, семейное, то, что готовят вместе. Ну, чтобы равные были у участников возможности. Но сейчас мы обсудим, встретимся, и, возможно, поменяем это на целый комплексный ужин или обед. Женя, желающих уже много? А есть желающие. Практически все, ну, не все, но, может быть, больше половины набраны. Единственное, что попали в такой летний период, и кто-то говорит, да-да-да, мы хотим, мы сейчас приедем. Кто-то говорит, да-да-да, мы хотим, но мы в какой-то период уедем. Но это же будет одна неделя, ну, допустим, для пары, одна неделя среди августа, поэтому, я думаю, время можно подстроить. Единственное, хочется все равно пригласить. Я знаю, что некоторых пар своих живут, кого я женила, так скажем, жениховую невесту я приглашала, и люди немножко застеснялись, что это будет такой телеформат. Вот, и мне хочется их пригласить и сказать, не стесняйтесь, это так здорово, это, во-первых, активный образ жизни. Ты в чем-то участвуешь, ты делишься своими секретами, тебя видят твои друзья, ничего здесь страшного нет. Потом будут замечательные подарки. Главный приз держится в секрете, я сама не знаю, что это будет, но работа, я так понимаю, со спонсорами ведется, но будут приятные призы. И это месячное посещение, допустим, кинотеатра, Эликсор, приятно, да, свидание в кинотеатре. Абонемент в клуб, фитнес-клуб. И это романтические ужины. Я думаю, что каждая пара получит подарок, придет, приготовит любимое блюдо, получит подарок. Ну и еще плюс, будет бороться за главный приз. Какой, надеюсь, он будет достаточно шикарный, приятный, чтобы побороться за него. Ну вот ты знаешь, те пары, которые уже согласились принять участие в этом шоу, обычно мы, женщины, к процессу приготовления пищи относимся спокойно, да, и к тому, что кто-то нас где-то может увидеть, а вот как мужчины реагируют, мужья, женихи. Их-то очень сложно бывает заставить поучаствовать в чем-то подобном. Да, да, именно из-за этого, я бы так сказала, да, наверное, в основном какие-то пары или отказываются, или сомневаются. Но не все есть такие пары, где я как раз вот с мужчиной общаюсь по этому поводу, говорю, приходите, и вот, потому что, знаешь, ты активный очень человек. А в основном говорят, да, но муж, вот, вот муж, он либо не хочет, он совсем у нас не публичный человек, или же он будет только подмастерием, так сказать. Но это же хорошо, это и важно, мне кажется, в этом проекте, помимо поединка, привлечения внимания, получения призов, самое важное увидеть вот это вот совместное приготовление. Это такая чудесная семейная традиция, это как магия какая-то. Люди вместе что-то готовят, потом едят. Вот магия любви. Проект не имеет, кстати, вот такого названия. Можно даже конкурс объединить на название. Я его назвала пока «Основное блюдо – любовь». Ну, так, а как уж или готовим с любовью. Вот под таким пока девизом, так скажем, проект, но мне кажется, это важная идея. Жень, если кто-то из наших зрителей сейчас вот нас смотрит, кто-то, может быть, захотел принять участие, кто-то захотел быть зрителем на этом шоу, каким образом можно узнать, когда, где это будет происходить? Где-то информация выложена? Пока информация проходит через социальную сеть ВКонтакте, через мою страничку, через страничку «Соведом эксперта», через ТРЦ, ресторанный комплекс ТРЦ «Премьер». Выкладываются посты, где мы призываем пары и пишем ему, что там будет происходить, какие будут подарки и так далее. Но вот в ближайшее время, в воскресенье, в 19.00, 24 июля, мы ждем всех как раз в Бифранчо, в этом ресторане ТРЦ «Премьер». И там мы обсудим, увидим, кто, какие пары. Ну, кто не придет, по каким-то обстоятельствам уже отписались, а не мы им будем на связи. Мы поймем, кто в какие числа может, ну, хотя бы в какую неделю, августа, и какие блюда, и какие возможности. Вот, все это мы обсудим именно в воскресенье. Ну, а наши телезрители тоже смогут посмотреть на это шоу, даже не лично в нем участвовали, там присутствовали, в программе «Калейдоскоп» открывается новая рубрика, в которой мы будем делиться с вами новостями вот с этого кулинарного шоу. Жень, спасибо большое, что сегодня к нам пришла. Вскоре, я думаю, мы с тобой увидимся. Надеюсь, что все получится интересно, вкусно и с любовью. Я тоже. Спасибо. Ну что ж, а наша программа на этом подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова